Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, ждем ответа от админа. Напишем админу. Так. Так. RGB против. RGB. Or 3D Max. Непонятно. Короче, непонятная какая-то ситуация здесь. С тем, что GoTV повисла, как-то вообще не вовремя. Так, ну и ждем ответа от админов. Админ молчат. Там еще параллельно доигрывается шоу-матч, который на 500 бащей решили сыграть Fnatic LDLC. На самом деле, это, конечно, круто, что там они его играют. Но вот мне говорили его идти смотреть. Ну, ребят, ну серьезно, оно 500 долларов. Ну, вот LDLC клан Мистик будет просто, по-моему, бомбануло, это можно назвать, бомбалейло. Потому что... Hard, CSF, Киашима Кеннис, GMX, LDLC, Хэппи Маньяк, Йоли Апекс, Узи. А, это вообще эпичный состав. На самом деле, вот французская комьюнити, оно обсуждает на Вакарме все это дело. И порой обсуждения там зашкаливают. Уровень тестостерона просто космический выбрасывается в комменты. Так, 3D Max. У 3D Max какая-то проблема. И, по-моему, это печально. Так, кто стримит? Киньте настройки такого прицела. Стримит слэм. Так, слэм, дам нож. Слэм, дам нож, как у Айзи за стрим. Как у Айзи за стрим. Ну, пиши, пиши в приват. Пиши на StarLadder 5 на канал. И, может быть, мне повезет. На самом деле, сегодня пытался поменять на байонет свой ножик. И мне отказали. Ну, я подумаю. У меня уже был годнаев. Так, LDLC 100% фин против мистик. А я на eGamingBets сейчас просто посмотрю, чтобы не париться. Вообще, там коэффициенты более-менее ровные. Должны быть на все это дело. Ну, давайте. Зайдем, наверное. Ох ты, с Джоин Дота ушла на Dailymotion. Веселуха какая-то. Так, давайте смотреть. Что у нас там с КСом? Ну, тут... Я не знаю. 1.8 и 1.8. Ну, типа, BL3. Тут непонятно, кто выиграет на самом-то деле. Ну, давайте посмотрим, наверное. Пока все равно ждем, когда будет эпичное возвращение. Игроков 3D Max. Где же эта штука? Матч-тикер. Вот он. И... Вебспел. 2.0. Stral 2.0. Fnatic 8.16. Slymondox 13.16. На чем это они играли? Это вообще квалификация. То есть, видите, LDL.C. Ну, сложно вот про этот состав что-то сказать. Ну, понятно, что маньяк жесткий. Киоли страшный. Апекс вообще еще жестче, чем вот эти вот два братка. Вот этот может... Вот этому надо, чтобы взять пистолетку, 5 пуль в USP. Вот этот чел тоже нереальный, как бы. И вот как их сравнивать, я не знаю. Здесь только Кеннис и Киашима выглядят суровыми. АФС средненький игрок от GMX. Вообще ничего не понятно. Ну, а Харц это Харц. И... Не знаю, на кого здесь ставить. Давайте, наверное, я залеплю. Залеплю 2 бакса на... И давайте залепим 2 бакса просто на LDL.C., потому что, скорее всего, они выиграют. Но, может быть, и не выиграют. Если мы поставим 2 доллара, то... Да, все нормально. Все, 2 бакса залепил на LDL.C. Не знаю, пропрет меня нет. Выиграю, может быть, какие-то центы. Проверяем сервер. На сервере все еще никого. И ждем, когда же великолепные просто парни из LGB. соизволят явиться к нам обратно на матч. Или 3D Max. В общем, пауза, она просто никак ничем не восполняется. Это эпик момент. Посмотрим, что у Андерса, товарищ, там происходит. Так. Ну да, висиво. Висиво вовсю просто. Нереальное. Нереальное, невероятное висиво. И... Это... Жесть. Просто сплошная тишина. Так. Зайдем на Вакарм. Кстати, на церемонии в Акарм.нет наш мувик занял последнее место почетное по Старладеру. Какой-то там седьмой или восьмой. Ну, весело повеселились мы, наверное, на все дело. Так, LDLC, по-моему, там сенатик собираются зарубиться. Что же касается... Что-то на Вакарме вообще как-то все... Как-то все непонятно. Все, гоу-гоу. Континиум мне написали, друзья. Ну, продолжаем смотреть. Эпичный Counter-Strike. Матч снимается с паузы. И третий раунд, на котором LGB взяли в руки девайса. Просто поставленной... Поставленной практически на халяву бомбе. Ну, смотрим. Выход B Planted. Уже окончательное решение команды. Из Швеции. Пытаются пройти Рейлза. MSL. Нет, не играет MSL в перекрестном огне с B3. И очень-очень... Вот удобную для себя позицию. Просто проигрывают сейчас датские игроки. Ну, Кримс идет вырубать просто как лес. Как лес вырубает. Вы посмотрите. У меня не переключается за всеми игроками. Я оставляю автодиректора. Ситуация 3 в 3. Будет пытаться заходить. Кайфинг заходит. Рал, ждут B3. Эйзи падает. Падает от Твиста с дуги. И АВП должно сыграть свою роль. Твист последний. Знает АВП. И Твист, конечно, здесь уже рискует. Рискует играть против Пимпа. Но выхода нету. Надо что-то делать. И тут он сыграл как сыграл. И все-таки 3-0. Вот такой вот раунд. Додос. Додос написал MSL. MSL досят беднягу. Да кому ты нужен? Какой ДОС? Или это Эйзи был? Эйзи задосили. Наверное, сидит в мирке без плюс-х мода. И его просто палят. И парень немножко переживает. Ладно, матч продолжается. И вторая карта все-таки начинается не так, как первая. Уже радует. Так, MSL, RALS. Откидывают гранаты. На поздний тайминг. Ну вот к 30-й, к 25-й секунде обычно там, если есть какие-то супер уверенные в себе игроки, они обычно уже тусуются. Вот не хватило сейчас дигла. Не успел дигл догнать. Все, и 3D Max отпускает диглу. RALS, конечно, разыгрался. Не на шутку. Видели, какой был хэдшот с пистолета. Реализация P250 на 3 в 2. Девайс у Кримза. Деннис с ним в паре. Второго девайса нету. Ну и здесь идет, естественно, просто пуш-спаминг. Вообще жесткий пулями. И вроде бы как должны выбивать. До Чаня, да, Пимп до последнего будет ждать. Оу! 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 Как не везет! Кримс! Ну и все. Один на один. Надо выиграть перестрелку Уэйзи. И Кримс, конечно, здесь просто на уровне. Ну вот не дернули руки у Кримза. Посмотрите, ждал хэлпу. Ждал хэлпу всю эту бомбу. В итоге Деннис в последний момент добавил масла в огонь. И просто казнил снайпера команды 3D Max. Что, в принципе, заставило, по-моему, датский коллектив растеряться при этом выбивании. Кримс, несомненно, герой раунда. Ну и у дачан начинается серия экономических раундов. Денег нету. Он, как видим, мог купить Глейв, но не стал этого делать. Что, в принципе, правильно. Есть просто еще Эйзи, у которого 1900. И вряд ли у него будет что-то на девайсном раунде интересное. Пока он только курицу убивает. Вот если бы, наверное, курицу брали, все были бы только рады. Хоп, цайп увидел второго смены девайса. Все круто. Но 3D Max никак не могут решиться. Как не знаю, как девочки, которые ломаются, стоят на дуге и вот не могут понять, надо им туда идти или не надо им туда идти. Не надо было туда идти, говорит Глейв. Но ничего страшного, у меня есть 6500, сказал он и надеется на своих тиммейтов. Тем временем, ЛГБ проходит через 15. Сейчас спокойно просто вырубают. Пытается Пимп броситься. Бросить. И, о чудо, АВП датской сурс-сцены. Покажи нам мастер-класс. Но его не будет. 3B push от 3D Max. 3D Max это 3B push, ребята. И граната на гранату просто. Все красное-каленое. Атака не идет. Дуга встала. Ну, не знаю. Сейчас, по-моему, ЛГБ могут раскидать и принять всю тачку. Но посмотрите, заготовка 3D Max просто не работает. Не знаю, шведов шестое чувство. Знают они, что, скорее всего, там трое. Либо догадываются об обманке, которую 3D Max пытаются сыграть. Но в конечном-то итоге, посмотрите, все настолько очевидно, что ЛГБ даже не отдают дугу. Они не боятся двоих. Они догадываются о третьем и просто выигрывают немного времени, чтобы принять следующее решение. И вот что будет их следующим шагом. Либо прорыв дуги, либо выход главка. Непонятно. Но, судя по карте, все-таки дуга. Номера 3-2. Но вот тралза сейчас просто здесь бреют. Так, все, под 50 секунды уходит. Обратите внимание, вот здесь вот просто готовы принимать главку 3D Max прям вовсю. Но сейчас шведы будут зачитаны просто, прочитаны на все 100. Непонятное выжидание, неуверенное под B. И все, у 3D Max идет стяжка. Эйзи чекнул мид. Глэйв бежит на B помогать. И единственный шанс ЛГБ зайти, это только тупо перестрелять. Закидывают Глэйва как раз под Хелпой. Но уже 3 игрока будут играть с плунта. И проход в Хелпу не особо, в принципе, выгоден здесь. Так, сайт потерялся. Давайте смотреть на Кримза. Ой-ой-ой! И просто Глэйв казнит всех в церкви. Ну, не повезло ЛГБ. Зайти на уровне. Трист, конечно, старается здесь на максимум. Как дергает на церковь. Просто эпик. Но его здесь уже дождется. Пимп, по-моему. Да. Что и в голову. Ну, вообще подло. Подло просто. Больно. ЛГБ терпят. Сами, по-моему, не поняли, что хотели. При том, что Глэйва, который просто зашел в церковь, спрятался. Он же там спрятался не потому, что он ждал, что на него придут. Он был белый, флэшонный. Его забрасывали. Он должен был там потеряться. Но вот именно из-за того, что рука у парня не дрогнула, остался на месте. Все сделал. Твист и мид. Игра против Пимпа и... Оу! Воу! 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 Полегче, старина изданий. Ну, наверное, сейчас подумал Твист, что... Да я тебя шатал на дримхаке! Но не тут-то было. Здесь не дримхак. Здесь не до шаталок будет. Так, ну матч продолжается. И 4 в 5. 3D Max выигрывает пока в первые секунды. Лофмейстер открывает. А вот сейчас, не знаю, сыграет ли здесь Цайп. Все важный момент. Смотрите, заготовка на дуге никуда не ушла. 3D Max по-прежнему сидят. MSL имеет сейчас все шансы просто застать просплох банду на дуге. Ой-ой-ой! Какой кривой стрейф и просто, ну, халява! Халява для ЛГБ. Как MSL растерялся и не знал... Вот вышел чекнуть и не знал, куда стрелять. Нужно было просто убить хотя бы одного, разменяться, чтобы тиммейт ушел. Так. Вот АВП. Ну... О-ло-ло-ло-ло-ло-ло. ЛГБ. Такой потрясающий выход на Б. Плэнты отфейлили опять же против Пимпа. Ну ладно, Кримс попробует потащить. Правда, на этот раз Айзи. Ё-о-о-о! Корни-бабай! Он даже не понял. Он даже, снайпер, даже не понял. Не дал инфу, что за Б3 стоит Кримс. И чувак смотрел вообще в другую сторону Плэнта. Это какой-то... Повнимательней надо быть. Там сейчас точно у кого-то слюни на мониторе остались из игроков команды 3D Max. Но это... Это ж надо не дать инфу про Б3. И Кримс снова затаскивает просто раунд. Уже третий, наверное, для своей команды, разыгрывая с этой позиции. Бешеные, перспективные, однако. Но 3D Max будут стараться. Ладно, на счет 4-4 попытаются выйти. ЛГБ сейчас 2-3 номера. Ох, тут вообще... Да-да-да. Подсади меня, пупсичок. Давай, смотрите. Брат. Брат, я тебя люблю, брат. И я тебя люблю, брат. Мы друг друга любим. Да, смотри. Смотри, какие мы классные. О, да. Пристройся ко мне сзади. Прикрой спинку. Да, давай. Ну что ж ты, пупсик. Че, они так и будут стоять, реально? Блин, ну это ж вообще эпично просто. Посмотрите. Какая-то групповуха за Б3. По-моему, надо запрещать такие мувы делать. Все, там выход на аплент. Уже как бы пора уходить с Б, но они... Но эти парни настолько любят друг друга, что просто не готовы вот распрощаться с такой позицией за Б3. Ну вот и все, МСЛ. Все, Ралс расстроился. Моего брата, как так? Убили, я иду, я иду вместись за тебя. И неудачно отомстил на центре Ралс. Сейчас, 4-4. Ладно, это была ЭКа. Это была ЭКа от 3D Max. Без шуток, друзья. У них сейчас хорошие шансы. Они неплохую защиту показали вот в первых... В первые 6-7 раундов. И... Им нужно в любом случае... Здесь стараться драться хотя бы до третьей карты. Ну, 2-0 проигрывать, конечно, в верхней сетке. Не верхней, все равно неприятно. Тем более, что только-только их пикнули. Пикнула организация. В первой зарплате должны хоть кого-то выиграть. Хоть где-то, хоть как-то, чтобы было за что отметиться. Ну, и 3D Max в ожидании. Другие... Ой-ой-ой, какая флешка на Б была. Посмотрите, номера 2-3 Ралс и MSL сразу белые остались. Кстати, расположение интересное. Непонятно, почему Пимпу не дают играть Б. Почему Глейви не играет Б? Да-да-да, это тот самый Глейви, который Кроволол в Эрегеймис устраивал с пистолетом. На P250 в ситуации 1 в 3. Так, подшили тачку шведы. Датчане пока ждут. Ну, видите, вот не могут, не могут уйти просто с Б раньше, чем на 57-й секунде. Игдаки команда 3D Max, потому что их держат под постоянным напряжением. Вот это вот вообще просто. Пыщ-пыщ, оло-ложь. И Глейви-то не зачекали, посмотрите. Минус снайпер. Ого! Ну, тут надо раскидываться. А кинуть нечего. Ну, хелпыщ ждет сейчас игрок, пытается поймать какую-то... Пытается поймать девайс, его уже ждут в упоре. Чек ни к чему не приводит. Минус 2, минус бомба. Но тут уже сдавят. Давят LGB. Но как была проиграна позиция на 15 и отсутствие внимательности и серьезности. Даже не чекнули же. Даже не чекнули, а надо было делать. Это в первую очередь делается. Ну и АБЦ выход на Аплент принимается просто на 5 с плюсом за 3D Max. Пассивный стиль игры для шведов не характерен. И Аплент им не поддался. Ну и мы имеем команду LGB Sports, которая 3 раунда взяла на Б и 1 раунд взяла на А. Динамика, конечно, по раундам вообще интересная. Вот давайте посмотрим, кто же тут дает жару сейчас у защиты. Ну, видно, что Пимпы против Лоффмейстера. Неважно, стоят, твист. Так, снайпер команды. Не дотягивает пока до Пимпа. Снова 3B. Снова 3B в исполнении 3D Max. И на этот раз намного эффективнее сыграли. Но шведы действуют быстро. И, кстати, сейчас поплатятся за свои действия. Сносят Эйзи на коврах. На песках, вернее, больших. Но это уже не имеет значения. С Б есть замок. И единственный шанс шведов выиграть. Ну, короче, я не знаю, как надо затупить, чтобы такой раунд проиграть. Это я про датскую... Про датский Counter-Strike сейчас говорю. Ну вот, например, Ралс сейчас просто подставил всю свою команду. Номер 1-2 в пленте. Трёшка на поджиме. Твист обходит Б в спину. Понимаю, что там, скорее всего, один MSL принимает. И MSL тоже сейчас должны принимать. Не-не-не-не-не. Ого! Почти прострелом догоняет. Ну и заходит к нему в спину. Твист. Б-плент в итоге чистый. ЛГБ проходит на него. Кримис бежит. Фимп пойдёт в центре. Не знаю, успеет ли он здесь забрать цайпа. Нет, не успевает зачекать. Но, по сути, датская команда действует сейчас правильно. Они знают, что к чему. От пимпа очень многое зависит. И пимп не убивает красного цайпа. Глейф. Минус. Вртает на кафель. И прыгает просто под твиста. Ну, 100 хп у твиста. По-моему, это сейчас будет Вэлбэнк. Вэлбэнк 4GG. Ах! Вот видели, как навёлся? На голову. На голову наводится. Но не успевает выстрелить. Глейф слишком мало хп осталось. После двух игроков при выбивании. Ну, и счёт становится 5-5. Снова ЛГБ его сравнивают. Какие-то догонялки-разгонялки. Но, опять же, вот то, что пропустили 15 3D Max, это вообще, по-моему, нереальная глупость. Не должно такого быть. Ого, вот это прижало, конечно, его. Ну, давай с ней дали забрать. МСЛ напугал деглом сейчас цайпа. Деннис пойдёт выбивать дугу. Ну, надо занимать, конечно же, здесь нельзя. Просто так оставаться на центре и ничего не делать. Ну, и драгоценное время идёт ещё один. МСЛ, какой вот... Слушайте, этот чувак сейчас просто всю команду ЛГБ отправил на А. Одним своим деглом забирается бомба. И не зачекали, не зачекали в последнем моменте МСЛ. Ну, вот если... Нет, нет, нет. Быстро занимается главкой. Не успеет здесь МСЛ уже в любом случае кого-то скрысить. 15 демитцев в пленте 3D Max. Пока удаётся принимать на лютый контакт. Просто идут сейчас ЛГБ. Эй, Зиглайф. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Без потерь на ЭК играет команда 3D Max. Дигл... Дигла МСЛ просто их напугала, отправила на плент. Парни были не готовы стреляться ни с кем. Вот как там пролетали пули, я не знаю. Но тут мне автодиректора бы точно не помог всё это дело понять до конца. Шведы, по-моему, потерялись. И снова у нас пауза. По-моему, на этот раз за командой 3D Max. Или, может быть, даже за ЛГБ. Но, скорее всего, ЛГБ взяли сейчас тайм-аут. Как бы здесь по-любому надо это делать. Может, просто у них что-то идёт не так. До конца, на самом деле, пока ещё непонятно. Так, ну я снова пишу админом, там спрашиваю. And... 3D Max? У 3D Max какие-то проблемы или нет? Так. Так. Ну, друзья мои... 3D Max, да, у 3D Max проблемы. Ладно, ждём. Ждём, когда 3D Max зайдёт обратно. Им сейчас очень весело, наверное. Но они, по крайней мере, впереди. Это... Ну, как впереди? Пока. На один раунд впереди. Плюс, если они сейчас выигрывают раунд ЛГБ, то те рискуют вообще в этой половине остаться с пятью раундами. Но мне кажется, что шведы сейчас будут играть намного жёстче, чем вот до этой паузы, потому что... Слишком... Слишком много раундов отдали. Реально. Но это вообще не идёт ни в какое сравнение. Они за защиту должны вообще тупо побеждать. Принимать. Я вот сейчас читаю. Знаете, комментарий, короче, к матчу. И мне вообще весело станут. Эх, друзья. Ну, там такие дискуссии разворачиваются. Я даже... Я даже спорить боюсь. Все уверены, что твист просто казнит. И никто не понимает, почему же его всё-таки не стали держать в SK Gaming. Знаете, вот шведские игроки, они больше там, типа, если братюня, то да, лучше играй с нами в команде и не пальц. Вот это будет круто. Ну, я что, жду вообще развязки хоть какой-то, я не знаю, вы тоже ждёте. Вообще, скоро ещё матч французов, поэтому хотелось бы перед ним немножко передохнуть, досмотреть здесь. Экшен. Ну, и давайте почитаем, наверное, комментарии на Твиче ваши. Что же вы пишете, друзья? Кстати, группа в Steam SL4M Sports комментатор. Нас уже больше 7 тысяч. И я предлагаю вам присоединяться к ней. Там три человека в чате сидят всегда стабильно. Прикол такой, что скоро в этой группе, друзья, будут играться матчмейкинги. Мы сделаем её закрытой и с правилами. Ну, чтобы были люди, которые всегда готовы пошпилить. И будут розданы права администраторов некоторым эпичным пользователям, которые желают этого. Так, читаем. Если хочешь стишков, придумывай тематику. Это, наверное, кому? Это написали непонятно. Пожалуйста, поставь вот эту песню. Она называется 69. Чувак, я не могу это включить. Сегодня LDLC выиграют. По крайней мере, должны. Они вот... Я вот думаю, что они ничего никому не должны. Твист был лучший. У СК Делпан вообще не Айс уже давно. И тем не менее, господин Ларсон, друзья, на DreamHack просто, не знаю, вжаривал всё, что двигалось. А в матчах в интернете показывал небывалый уровень СВП. Слэм, ты с Ярославля? Да, я с Ярославля. Слэм, на кого ставить LDLC или Mystic? Я 2 бакса впилил на LDLC. Признаюсь, честно, при вас поставил. Ребят, при вас поставил. Ай-яй-яй. Ну и матч ещё не снимается с паузы. Так. Какая-то жесть вообще. Пару минут. Ну и у нас опять будет смена IP-адреса. В общем, мы ждём. Ждём 2 минуты и пауза, по-моему, матч продолжается. Пару. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что, по-моему, IP-адрес вообще не поменяется. Или может поменяется. Не знаю, захожу снова на GoTV. На GoTV по-прежнему это пауза. Вот там можно ставить на самом-то деле нормальную паузу. Админы Fnatic лиги какие-то непросвещенные. У нас вон Пандич сразу выхватил на StarLadder. И такие паузы ставили, что хотя бы в чат можно было писать. А здесь нельзя вообще ничего делать просто. И почему-то один игрок всегда белым показывается. Это напрягает. Так, ну я жду. Как и вы. Давайте снова ворвусь в чат. Вконтакте пока скидывают интересные картинки. Так, а вот голосование сегодня интересное. 30% друзья голосуют за то, что LDLCU делают команду Клан Мистик со счетом 2-0 по картам. 35% из 1209 человек проголосовавших уверены, что LDLCU выиграют со счетом 2-1. А вот на Клан Мистик, то что они 2-0 убьют LDLCU, верят 13% опрошенных и 20% за то, что Клан Мистик выиграют 2-0 по картам. Ну вот, что здесь еще добавить, я не знаю. Но, по-моему, слишком как-то все неординарно. Ну вот, например, Strike ставит и Adren, что это будет 2-1. На 2-0 никто из топ игроков не поставил. И, в общем, CM2.1 LDLCU поставили там единицы и Simple в том числе. Ну, просто нужно же быть немножко индивидуальным, и чтобы все было вот так вот. Так. 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 А в контакте экшн продолжается. Ну что ж, я пробую делать реконект. Админы пока что все еще молчат. Пауза в матче продолжается. Я не знаю, вот что делать, когда такие расклады происходят. Я не знаю. Но явно 3 часа на матч это неплохо по одной простой причине. Если не этот матч, то вообще ничего. Но перед встречей LDLCU и клан Мистик, конечно, хочется вот именно эпика. Так. Петрушка что-то отписал у нас на хелтворге. Веселая. Да, весело продолжается. Весим не мы одни, ребят, поэтому предстоит нам подождать. Старта. Жду, не дождусь. Слэм, почему я в черном списке группы ВКонтакте уже где-то полгода? Я не знаю, почему ты там что-то сделал для того, чтобы туда попасть. Слэм, гоу музончик. Музончик нельзя ставить. Я поставил на 3D Max. Это норма. Да, вообще ты не залил ничего. ASD зажгут, ASD зажгут. Вообще говорил с Карасем, ребят, вот такой инсайт. Типа, да, на праках они играют очень уверенно со всеми. Ну, то есть там вообще обыгрывают команды, да. Но опять же, вот праки и чемпионат, это вообще разные, как бы, составляющие. Так. Слэм, дай модера. Я смотрю все твои стримы от начала и до конца. Ну, получай. Но тебя, если что, лишат этого. Так, слэм, AD, VS, Маус. AD возьмут? AD возьмут. Привет из Ярика. И Ярику тоже привет. Счет какой? 1-0 по картам, и мы ждем сейчас, вот, не дождемся просто продолжения встречи. 5 минут прошло. Я пишу просто много-много точек в конференцию. Жду сейчас какой-то реакции, не знаю, судей. Потому что вот смотреть, как никто никуда не бежит, мне уже не интересно. К сожалению, бывают такие расклады. Так. Вот, будет ли КС, как на Доте? Везде, везде, везде. Меня с проеми. Это, наверное, вот чувак имел в виду то, что Дотер там делал сейчас американскую лигу. Тоже для Америки. Будут ли у нас по регионам как-то раскиданы? Не знаю, не знаю. Честное слово, не знаю. Скорее всего, может быть в будущем, в ближайшем. Но это было бы, конечно, очень круто. Круто, правда. Если бы там и ландфинал тогда нужно будет просто расширять. А это проблемно. Ну, то есть нужно делать его, во-первых, на отдельном. Во-вторых, на несколько команд. То есть больше. То есть 8, например. Чтобы 4 команды с Европы. Например, 2 из Азии какие-нибудь были. И 2 из США. Вот это было бы вообще нереальный ландфинал. Но пока. Пока будем довольствоваться тем сезоном, который на Старладере будет. И я вот пытаюсь сейчас узнать, что там. Фнатик задавили LDL-C со счетом 16. 11 на второй карте. Весело. Ну, а мы все еще дожидаемся просто возвращения эпичных 3D Max. Я не знаю. Но на Гол ТВ паузы, ребята. Админ просто в шоке. Он не знает, что мне сказать. Он не знает, что ответить. Я уже его достал. Пишу ему, что нужна инфа. Он еще и 2 матча судит. Читаем чат. Почитаем чат в стиме немного. Так. Настюха пришла. Настюха пришла. Молока принесла, да? Ну, кто тут? Так. Чувствую, кто-то до диплома не дойдет. Диплом через месяц, а сейчас курсач. Ох, как весело тебе. Так. В чате твича Вакханалия. Ну, там да. Там какой-то экшен. Так. Долго еще? Как называется группа? Слэм. Как тебе новая пушка ЦЗ? Супер пушка вообще. Слэм. Кто тебе по душе? ЛД или 3D Max? У меня все кейсеры по душе. Так. Играешь ли матчмейкинг? Играешь матчмейкинг. Жир свисает с боков Слэма. Только ЛГБ, только победа. Вот это ты вообще остряк. Сразу видно, что Евгений Петросян ходил к твоей бабушке в гости. Но ты об этом ничего не знаешь, и тебя не предупредили. Поэтому, увы, тебе будет тяжело в коллективе находиться с таким поведением. Передай привет Элвину Бурундуку сильно. Как думаешь, кто возьмет ЕМС-1 готовиться? Я не знаю, ребят. Тут непонятно, кто квоты получит на него. Ломи, Эйзи is back. Ох, Айси, let's try. Ломи стендзин right away. По ходу замена... По ходу замена будет. Да-да-да. Друзья, Эмми в Эйзи выкинула. И Ломи, старый игрок, 1.6 школы, будет заменять сейчас стендином у команды. У команды 3D Max. Вот, что он будет делать, я не знаю, но парню можно пожелать удачи. Как он там сейчас в середине игры будет включаться. Но это, короче, скорее всего 2-0 по картам. Вот что я думаю по этому поводу. И мне непонятно, почему у меня команда 3D Max. Вот с датским флагом, да? Так, 2D Max пишу. Пытаюсь просто сетку сейчас как-то хотя бы сопоставить, чтобы она реально была. Так, да-ка, все стоит, Эйзи, все как надо. Пока, наверное, ловите вот вам сюрприз. Небольшой на экранах, на ваших. И ждем возвращения. Да, Ломи, который играл там за разные команды, топ-2 дани в основном. Ну, то есть в топ-3 он попадал в 1.6. Как и здесь, будет непонятно. Гриндич и... 3D Max. Так, натик. Смотрим сеточку. Оп, а что здесь Na'Vi делают? Вообще непонятно. Короче, жесть, у нас вся сетка сбилась. Все просто плохо. Плохо-переплохо. Расписание на сегодняшний игровой день, кстати. Вот, тем не менее, тут ура, 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 ура. Матч снимается с паузой. Давайте смотреть, будет одна замена. По-моему, даже Retri, да. Ну, только-только матч сняли с паузы. И снова нам предстоит угорать в торнамент БГ, ребят. Так, Going AnyMoment. Ну, чуть-чуть. Подождать осталось нам. Экшена. Кстати, только сегодня 3D Max пикнули у NUain. А я-то думал, будут играть долго. Вот Pimp там целую просто пояс рассказал о том, какой он классный. На самом деле, этот чувак пишет в комьюнити всегда очень много и прикольно. Содержательно, если попереводить даже на русский. Очень много полезной информации из его блогов черпануть. Вот он рассказывает, например, о путешествиях на чемпионаты, да. Но вот читая его блог, мне сразу становится понятно, что в Европе жить вообще классно. Визу никуда делать не надо. Сел в поезд, поехал там за 40 евро. И все у тебя здорово. Никаких проблем нет. Вот обычно у него такие там рассказы. Ну и мы тут сели, доехали там-то, там-то, тут-то. А потом слились. Так. Чат из Л4, мне спортскомментатор группы в стиме. Так. Ура. Матч продолжается. Опять пауза. Опять пошутил. А за за. Так. За мат в группе бан дается. Братья. Бро. Мир. Мы здесь. Мир любой всем, а не еще что-то. Скажи, какие карты будут на старсфере. Не знаю, обсудим с игроками на самом деле. Это все будет обсуждаться, ребят. Вот сегодня-завтра с игроками и... Пять карт. Мы будем тут тускан добавлять? Ну хорошо. Не будет тускана будет. Кэш останется, да? Нет? Ну жесть просто вообще. Короче, маппуль. Маппул от Вальвия. Вольво, го, го. Ну, я возвращаюсь в КС и... Что-то происходит. Я смотрю здесь, да? Да, происходит. Итак, друзья, ну что ж. Возвращаемся на Афнатик Лигу. Напоминаю вам, что смотрим мы с вами встречу. ЛГБ Спортс. 3Д Макс. Швеция, Дания. Первая карта ДАС-2 досталась. ЛГБ просто с разгромным счетом. Ну и на второй пока идет первая половина. 6-5 в пользу 3Д Макс. И они сейчас будут играть со стендином. Потому что вот этого парня, на которого мы сейчас смотрим, должно выкинуть. И он будет не удел, скажем так. До конца, наверное, уже этого матча. Ну и ЛГБ остаются втроем. В меньшинстве по ХП все очень-очень плохо. Им не дали открыться на главку. Опять вот матч для ЛГБ уходит в тупик. По-моему, сейчас будет сейвить Лофмейстер свой девайс. Как я понимаю, следующие 40 секунд команда из Швеции приведет на шифтах, контролах и прочем. Так, а мы все еще без Тоскана, что ли. Словно, зови топ-3 в СНГ. Как думаешь, кто подберет ТЭКС-АД? Ребят, я не думаю, я знаю, но ничего не скажу. Такие дела. Так, Кримс стоит тоже. Ну что, еще 17 секунд. Команда ЛГБ сейчас будет пытаться что-то сделать. Ну просто забежал. А Олаф Мейстер, посмотрите! Ай, братва, братва! А я засейвил! А я засейвил, пока вы там отдавались! Вот такой вот я хитрый! На самом деле, ему сейчас просто леща, наверное, прилетел. Оп! И минус 2 у каждого игрока. Так, они, по-моему... Смотрите, ЛГБ Спортс 3D Max, Эйзи, Рейзер, я не понял, что происходит вообще. Тут что-то не так. Я, наверное, надо реконект сделать, да? Я не понял юмора. Подождите. Так. Так, рефри, if needed... Или не надо? Я вот не понимаю пока. Просто не понимаю вообще. Как? Ладно, фиг с ним. Смотрим за матчем. 7.5, 3D Max впереди. Вот у нас твист играет почему-то с иконкой 3D. Слушайте, шустрые какие-то, ребята. Не, на самом деле, просто это баг, наверное, сервера. И между половинами все это применяется. Ну, в общем, парень вот с ником XTRFI, это, по-моему, Ломи и, может, даже Эйзи. Просто не ясно. Да, скорее всего, все-таки это Эйзи. Его выкинуло, но будет, скорее всего, стендин, если еще раз его выкинет, как нам уже сказал админ чемпионата. Ну, и ЛГБ Спортс при счете 7.5 вынужден сейчас отталкиваться от ЭКМа у Лофмейстера, который он засейвил в прошлом раунде. Но в начале этого раунда ничего не смог нам показать. Так Эйзи убирает Кримза. Ну, и выход на Б-плэнт. Ну, как видим, это крутой эпике по-любому. Все белое. Деннис на дигле. С КТ заходят двое. Деннис играет. Свинец от врага. МСЛ. Ну, самое главное, под шумок успел поставить бомбу у нас последний игрок команды ЛГБ. И счет будет 8.5. По-моему, 3D Max на этой карте возьмут намного. Ну, они уже, во-первых, взяли намного больше, чем на втором ДДАСТе. А во-вторых, все-таки сторона защиты здесь им далась полегче. Теперь уже можно рассчитывать на 10.5 или 9.6. Но на что на самом деле рассчитывают игроки 3D Max, мне пока непонятно. Просто третья карта Трейн. Там-то точно будет борода. А на этой, может быть, еще что-то даже возьмут. Так, ну, ники не меняются. И это, конечно, плохо. Тем не менее. Смотрим. Закидывают. Ох, не дали сыграть пимпу на врыв. Наглый проброс мидла. Тем не менее, 3D Max играют сейчас по джиме. И МСЛ уже пошел вершить. Совершать какие-то действия эпично опасные. Но все заканчивается просто нашивым спамингом легким. В дым. И вряд ли что-то полезное из этого выйдет. Так. ЛГБ в этот момент раскидывает аплент. И готово, по-моему, заходить в 15. Да, это будет проход в 15. Влетели дымы. Влетело все, что в принципе нужно. Чекнута главка. И вот пимп в самой неудобной пожитии. Глейв страхует. Не дает пройти на малые жимы. Глейв. Нет, Денниса пропускает. Эдмона сразу кроют. Номер 6. Он же... Ну, это, по сути, твист. Просто ники косятся. И твист пока что... Ну, вот, надо быть хитрым, конечно, как лис. Вот и твист. Олаф Мейстер. Ковры. Вот они тут друг друга сейчас дождутся. Вот следующий стрейф уже будет... Ой-ой-ой. Перевелся. Попал. Два в одного. Все или ничего. Кистука. В малый уходит красный ралс. И пуля покончается. И в итоге ралс его забирает на халяву. Ой, лол. Ой, лол. 9-5. Последний раунд. И у ЛГБ просто... 5-6-4-1. Но деньги есть. Деньги есть. Значит, еще и подраться можно. Но... Глупо, конечно, получилось. Вот в эпичном моменте потащить... Потащить в нужный момент и не забрать последнего игрока из-за того, что просто не осталось пули. Это какая-то жесть. Не надо так. Ох, знают о третьем. Смотрите. Была принята дуга ЛГБ. Сейчас был принят этот пуш. Но вот зная о третьем игроке, все равно лезут на рожон. Играя неаккуратно. Бомба заходит. Отправляется лофмейстер чекать мид. Но должен уже помогать во всю... Своему тиммейту. Вот отвис, как я понимаю. Пим будет запираться в ВП мид. И сейчас, по-моему... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрим на Пимпа. Вот так вот, пимп. Все. Бежит Эйзи на... Бомба, кстати, тоже стягивается на... Вот это тайминги. Вот это тайминги. Ну что, возьмет или нет? Минус атоллов мейстер СВП. 9-6 первая половина. 9-6. И как ни крути, сыграли очень эпично. ГХ пишут обе команды. Довольны они выступлением в первой половине. По-моему, даже более чем. Ну... Вторая половина обещает быть жаркой. Если, конечно же, 3D Max додавят, то мы увидим третью карту. Если LGB не позволят им этого сделать, то будет все очень-очень плохо. Ну и... Да. Вот я перезашел на GoTV. Теперь уже все встало на свои места. Понятно, где твист, где кто. Еще где-то минута с лишним Team Switch'а будет. Это достаточно долгий расклад. Ну и... Давайте смотреть. Скиньте мне группу, про которую я с вами говорил. Друзья, все группы... Вот заходите вконтакте vk.com.sl4mtv. Там написано... Там справа все ссылки на YouTube-канал с записями, на официальный канал трансляции кэверейджей моих. Ну, вот Twitch.tv StarLadder 5. На него ссылка. На канал eSportShow любого плюс матчмейкинг bsl4mtv. На Twitter, на Steam-группу. А, и подтверждение, кстати, Steam-аккаунта. То, что он у меня такой, потому что мне писали, что кто-то кого-то зачем-то куда-то разводил. На какой-то нож. И в итоге все это делалось по непонятным причинам. Ну... Жесть. И это делал мой фейк. Вот это самое главное. Самое смешное. Так. Тем временем, наверное, стоит посмотреть, что же там Fnatic LDLC творят. Ну, там типа третья карта. И эпичное противостояние. Но оно, наверное, закончится... Очень-очень быстро. Так. Дропается у нас пока что стримчанский. Что ж, кафе. Вторая половина второй карты. LGB Sports против 3D Max. И посмотрим, что шведы приготовили за защиту интересного. Вообще терпения было у них много. Маны накопили. И должны сейчас попытаться ожечь. Так. Twist, Olof, Upland, Dennis вместе с ними. Krim Support, Backplanta. И Цайп играет в наглый выход. Дачане открываются сразу на медле. Цайп очень опасно стоит. Понимаю, что... Ну, тут уже можно бежать. Итак, парный прием 15. Ну, такие флешки, конечно, сейчас от датчан залетели. Что не выиграть перестрелку на 15 было... Было бы вообще настолько неправильно, что братки бы не простили. Ну, выиграна перестрелка против одного. В итоге размен до ситуации 3 в 3. Своеобразная качель и непонятный мув 15-20. Раскидка пятнахи, Dennis. Минус пимп. ЛГБ настроены серьезно. Держит под напряжением. Полетели дымы. Полетели флешки. На флешки идут. Идет выдывание. Выход напрямую. И Глейви отстреливает. Гримза влетает Цайп. Видит... Ну, вот видит тюрьму последнего. Надо давить. Глейва пытаются сделать это вдвоем. Тот чудом сейчас может попасть в голову. Цайпу нет. Либо Цайпу, либо Деннису. Но нет, дефузов у команды ЛГБ и Спорт. Слишком долго думали. И не успевают. Ой-ой-ой. Ну, это просто... Это просто конченый раунд для ЛГБ. Настолько конченый, что они, наверное, явно сейчас недовольны. Таким поворотом. Вот. Все было гладко. Все выбили. Все молодцы. И на бомбе, когда стали ее дефузить, поняли, что нет дефузов. Надо подобрать. Просто подарок судьбы для команды из Дании. Вот что я могу сказать. Потому что невероятный подарок, судя по всему. Матч продолжается и... Так, волокмейстер. Ой-ой-ой. Какие пистолеты от ЛГБ. Если бы можно было это как-то комментировать, я бы просто сказал, жопа для команды 3D Max. Я даже не успел понять, как все произошло. Смотрел, честно, проблемы со стримом. Там, да, 3000 дропов, но все прекратилось. Интернет нас прощает. И вы, наверное... Ну, вот те, кто на трансляции, наверное, люди вы не видели, да? Сколько же все-таки... И каким вообще макаром пистолетка была выиграна. 10-7. Три раунда разницы, и в ЛГБ наступили. ЛГБ исправили косяк первопистолетного, но, тем не менее, раунды преимущества это не убирает у 3D Max. Лишнего раунда преимущества. Но это будет основная точка, наверное, опоры. Так, ну что? Все, ЦЗ-75 авто. Кримс анвеб. У Глэйви. Смотрим, что будет с дугой. Ну, пассивка такая здесь у ЛГБ. Как видим, Олаф Мейстер на хелпе. Кримс на катушках. Сделать что-то с такими парнями. Ну вот, против... П-90 на катушках сделать что-то точно тяжело будет. Не на катушках, вернее, на хелпе. При том, что Кримс нормально может прикрывать и вполне эффективно выдавливать. Так, ну вот, смотрите, аккуратный прием. Олаф Мейстер, П-90. Повисли-зависли. И, по-моему, Эйзи опять кикает. И, наверное, это будет все-таки... Привет Стендин. Или не будет привет Стендина. Ну и мы опять идем узнавать, что там происходит. Опять я спрашиваю, что такое С3Д Макс. Эти датчане какие-то непонятные. Я помню, когда они играли в Старладдер, их постоянно кто-то досил. Здесь их постоянно кто-то досит. Там у них какие-то проблемы, тут у них проблемы. Но это уже не смешно, реально. Ну, пора, наверное, им заканчивать со своей киберспортивной карьерой таким способом. Таким образом. Или не играть матчи в интернете просто. Им здесь не везет плотненько. Просто по-самому страшному. Эх. Ответка от 3Д Макс. Ответка от 3Д Макс. Ответка от 3Д Макс. Ответка от 3Д Макс. заставить команду издания играть со стендином. Не, в этот раз LGB, друзья. Just wait a minute. Do say the again. Lamy is joining. Это жесть. Короче, 2 минуты нас просят подождать сейчас судьи. Пока скажу следующее, что сегодня все еще идет голосование на матч LDLC против клан Мистик. Голосование висит в паблике vk.com.sl4mtv. Там вы можете оставить свой голос на разный вариант результата. Также напоминаю вам, что этот матч является, наверное, одним из центральных одной из центральных встреч сегодняшнего вечера, которую мы с вами увидим. LDLC клан Мистик. И на eGaming бете там уже есть интересный коэффициент на эту встречу. Так, ну вот на клан Мистик начинают ставить хотя нет, посмотрите, у LDLC увеличился коэффициент до 1.9 1.8 у Мистиков. Ну, вот такая штука интересная. Тем временем коэффициент на Россию и США был вообще четкий на Олимпийские игры. Вообще весело просто 2.2. 2.6 на 1.39. Ну, болели за наших, ставили на наших. Сразу видно. Но закончилось это что-то как-то вообще потрясно. Так, у меня включается еще какая-то штука непонятная. Как ее выключить? Все, выключил. И смотрим за продолжением Fnatic League. Ну что, будет все-таки стендин у датской команды? Будет стендин, друзья. Сказали мне об этом администраторы и подтвердили это логом из скайпа, где один игрок датской команды написал много-много-много чематом. И переводить я это не буду, потому что это очень плохо и неправильно. Ну и мы можем сейчас просто понаслаждаться картой, да и инферно ее пейзажами и самое главное трубой. Перед вами на экранах очаровательная картина Гейба Ньюэла от в дыму. Я вообще вот люблю залипать в этот пейзаж. Я не знаю, кому-то нравится на даче, кому-то нравится на море, кому-то нравится с закрытыми глазами, а я люблю сидеть вот в такой вот трубе. Ну не смешно, но все равно. Просто я уже не знаю, чем заняться. Мне админы вообще лиги этой обещали, что все будет круто, мэн, коменте, да, там не будет ни задержек, ни дилея. Пожалуйста, слоемочный, давайте, ребята, только без задержек. И в итоге задержки, задержки, задержки. Так. Попахивает проплей. Ну реально, да. Если честно. And 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 45 мин. Сколько ждать? Я вот не понимаю, сколько ждать, серьезно. просто не понимаю, почему все так долго происходит. Тем временем, по-моему, Fnatic решили забрать 500 долларов себе от команды LDLC. Играют на второй карте на Мираже. Ну, Fnatic, это карта, кстати, сильная, так что, наверное, заберут 500 бачей себе. Два новых комментов. Вконтакте, Slam.ad подпишет мне СНГ организации, я так понял. Я вообще ничего не знаю про это. Ведь я умею врать и не краснеть. Так, ну и продолжается эта эпичная пауза. Не, ну я все понимаю, ну сколько можно ж. Можно ж как-то, я не знаю, было разнообразить пейзаж. Эх, и я пытаюсь найти конфу, которая есть у Страйка тоже, но что-то там... Так, все понятно. Читаем ваши комментарии на Twitch.tv. Или давайте в Стиме так же почитаем, что же будет. Луль. Сняли паузу. Лолки. Да не такие лолки, что нет слов. Слэм, ты же сказал, что дашь модера и не дал. Я тебе дал voice пока. Для начала ты посидишь с voice, чувак. Слэм, ты слушаешь Элвис и Прайсли? Нет. Зачем? Зачем? Зачем слушать труп? Слэм, какие у тебя наушники? Биодинамикс. Модель не помню, но их уже так понятно. Их уже второй раз перепаивали. Ломаются бедные. На самом деле, их пока дотеры не брали, короче, руки до них не дошли, они работали нормально. Это у дотеров. Там, ааа, что это за уши? Оторвал наушник, о боже. Слэм, передай привет у русовой Лейля. Она симпатичная девушка и знаки вопроса такие. Я не знаю, симпатичная ли она или нет. Ты можешь фотку скинуть в чат и даже прямо потом только читай комменты под этой фоткой, чтобы сразу предупреди только ее, что ее будет ожидать очень много всего интересного. Слэм, что с женским киберспортом? Вообще без понятия, что с женским киберспортом. И даже не знаю, что с ним будет, если честно. 9.11. Фенатики пока ведут. Да они заберут третью карту совершенно спокойно. Так. Слэм, гоу розыгрыш. Да нет, нечего пока разыгрывать. Слэм, состав LDL-C, скажи, плиз. Да не, я понимаю, что не смешно правил Сепресли посудил, но это ж настолько древнее музло, что лучше что-то новенькое. Передай привет Андрею Волкову. Слэм, что с мужским киберспортом? Растет, растет. Я знаю, что с Counter-Strike киберспортивным, но я предпочитаю называть его соревновательным, а не киберспортивным, потому что КС это такая игра, которая завоюет всех рано или поздно. Какой счет по картам? 1-0. Вообще счет написан на титре, по-моему, понятно, что 1-0 на первой карте ЛЖБ забрали ее себе, сейчас играется Инферно, и здесь все выглядит следующим образом. 10-7. Пока что давайте мы, наверное, оставим такую штуку. Пока что счет 10-7 в пользу команды 3D Max. Ответку пытаются дать ЛЖБ. Мы все еще в ожидании возвращения. Так, Слэм, слушай, а когда начнутся турниры на Ладдере? Вся информация на Стар Ладдере будет. Поэтому не переживайте. Так, ну что ж, снимается Counter-Key и Ствин наконец-то. Ура! Я думал, этого никогда не произойдет. Ну и мы возвращаемся в матч. Просто хопа возвращаемся. 10-8. У 3D Max все плохо. И сейчас должен будет вылетать вот этот парень. Под номером он играет сегодня. Это номер 4. Он же Эйзи. Ну и экораунд играет датская команда. Что, собственно говоря, понятно. Наверное, ему там какие-то деньги будут потом давать. Вместо него зайдет Ломи. Я вам напоминаю. Это стендин и старичок. 1.6 сцены. Не знаю, как он еще до таких моментов таких возможностей доиграл. Так, идет серия разминов. Эйзи минус цайп. Ну вот, самое эффективное его задосили. Минус твист. Что-то 3D Max как-то бурно отреагировали здесь, знаете ли, на взятый раунд от ЛГБ и дают ответку по эко. Напомню вам, что пистолеты против девайсов успешно зашли к ЛГБ и Спорции. Они очень отлично отыграли от дефа. Здесь принять не удалось пару пистолетов, один АК и еще что-то. И будет сейв девайсов от Олофмейстера и Кримза. Все-таки не будут шведы сдаваться, но за 10 раундов позволяют выйти своим оппонентам из зданий. Это плохой момент. Определенно плохой момент для них. Вальфу уже давно пора придумать защиту от ДОСа. Ну да. Так. Где обещанная новая музыка с темой ВК? Как разберу, как время будет, обязательно добавлю себе в плейс. Не переживай. Или ты переживаешь, что именно твоей музыки там не будет? Ха-ха-ха. Это не только проблема Вальфа. Это еще проблема игрока. Я просто уверен, что вот это тело, которое ДОСит, из-за которого мы сидим по 20 минут, сидит в какой-нибудь гребаной мирке, где палится его IP-адрес или еще в куче разного софта. Вот и все. Вот видите. Оп-оп-оп. Быстренько. Опять Эйзи перезаходит на сервер. Ну, по-моему, да. 2-2-2-2-2. Матч продолжается. И все. Я, короче... What the fuck say? Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Это какая-то аура. Просто написал со злости Со злости админом написал Что нельзя так делать В этом матче пауз больше чем Counter-Strike самого Я не знаю Это уже 159 тысячная пауза Которую надо ждать И надо ждать по непонятной причине Они уже два раза стендина позвали Два раза у этого датчанина Которого досит зашло на сервер Два раза его надо было просто брить нахрен И доигрывать встречу нормально Но нет, надо подождать Бомбить начинает просто С такими Аж не знаю От таких познаний Такого ожидания аж в яйцах похолодело Жесть Слэм, старый оскол, привет Так, кто по-твоему сильнее ЛДЛС или Мистик, не знаю Сегодня узнаем Кто сейчас капитан УАД Адрен будет руководить всеми процессами Как я понял Ну внутриигровыми именно Ингейм лидер именно он будет Поэтому Все У них тоже непредсказуемо Но завтра посмотрим на их первый матч Я вообще ставлю то, что немцы возьмут Максимум Там еще Клай сейчас сбреют Вы еще об этом, наверное, не знаете Но Его там пытаются тык-тык-тык спихнуть Жесть Жесть вообще Просто же есть это же есть выходила на берег я короче пошел тогда отсюда чем не здесь делать вот серьезно я уже не понимаю зачем это надо надоели уже с этими паузами хоть бы паузу нормальную не знаю поставили в чате писали хоть какую-то информацию но не оставится какая-то непонятная дак ну что пушинг 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 начнут они играть или нет там админ по моему сам уже ничего не понимает у админа уже просто шарики за ролики заехали и все сегодня mouse sports играют с альтернает или когда они играют с альтернает мол маршал на китайском коменте это круто на твиче 30 человек смотрит вообще супер давайте послушаем что он говорит хотя бы не знаю ясно у него там просто музычка поет топов и все комментаторы они просто в этот в такие моменты берут и уходят делать музыку включает музыку и убегают а мы смотрим заставку турнира ладно ребят еще раз наверно можно показать составы команд на начало этого матча вот видите парня с ником эйзи справа у 3d max его постоянно досят из-за него одни проблемы сказать мне больше нечего пока и мы ожидаем ожидаем ну и по сегодняшнему игровому дню помимо этого матча мы сегодня будем смотреть еще встречу двух французских коллективов ldlc.com и клан мистик что собственно говоря я и жду на самом-то деле на этот матч грубо говоря просто положить не доложить а вот на остальные никак так веселые гифки пошли в комментах вконтакте надоели пауза да мне тоже они надоели но я что могу сделать еще минутка еще минутка я уже пишу что следующая пауза я просто ухожу отсюда до матча ldlc потому что она мне не смешно так пытаемся обновить обновляем все опять все повисло да что ж такое что такое снимите мальч с паузы наконец-то вот только только сняли ладно смотрим последний момент последний расклад с эйзи я не знаю админ из говорят что они должны были уже давно играть со стендином но по моему этот датчанин настолько твердый что он решил так я когда вижу что кто-то останавливается на карте мне кажется что это пауза поэтому я оставлю все на автодиректоре ну и 20 раунд после такого не принудительного не после принудительного перерыва для нас с вами 20 раунд уже не кажется таким интересным оно понятно но ситуация все же достаточно дисбалансная lgb могут уступить на второй карте если проигрывают эти девайсы и вряд ли получится сделать ответку сейчас чтобы было ясно стоит показать вот этих вот братков которые уходят с медла оставляя одного игрока позиции позволяют здесь у lgb позволить атаке сыграть 4b 1 15 и вот как видим 15 ты не сыграла свою роль глэйв падает тем не менее на бэп лэнд выход играется очень на ура полофмейстер умудряется сбрить эсэля дэнис хороший вэлбэнк в дым граната за b3 и кримс будет прятаться еще одна пауза ну я короче подойду сейчас ребят вы не переживайте я тут никуда не уйду мы ничего не пропустим я вам оставлю автодиректор и пойду просто ну реально но это какая-то эпичная аура датских команд все я вам оставляю автодиректора и я если что тут и мы будем просто ждать мне уже надоело это дело пытаться смотреть и 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 Продолжение следует... 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 начинаем чуть-чуть уставать и это нож это нож как его взять а он улетел все с ума начинаем сходить читаем дальше конференцию да друзья чуть не забыл 20 так забыл какого числа ну ладно потом дай модера не дам модера никак так давайте почитаем новости которые сегодня были глава мордовии поздравил зубкова золотом олимпиады вау это новость просто дальше танцы на льду бронзовая медаль так бэкшен продолжается я иду обратно в игру вроде как должны или не 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 в этом году не в этом году будет снят пауза ну короче там прием 5 в 2 на б планете шанс у дачан маленький зайти скорее всего ответка от шведов ну и мы все еще в ожидании в нереальном невероятном ожидании происходящего что же будет дальше пока не ясно посмотрим что в матче фнатик против dlc по моему команда какая-то там уже выиграть должна была давным-давно шутя смотрю на все эти трансляции иностранные и начинает мне казаться что им надо срочно сходить пересмотреть свои взгляды относительно дизайна пауза все еще продолжается общение какое то есть да кстати еще в этом сезоне старладдера попробуем сделать следующее попробуем постримить с тем спиками игроков я не знаю получится у нас это или нет но было бы наверное очень интересно послушать как же играют наши сколько же там нецензурной лексики можно встретить ну а пока вот будем следить за выходом на б-плент ну два осталось перекрестный огонь на точке еще один с хелпы по моему без шансов чтобы пройти хотя бы до плента и смотрите-ка убирает эйзи драка продолжается пим выигрывает перестрелку поджим спины и а ну тут времени не хватило еще и всех разобрали все вроде бы пауз больше в матче не намечается но по крайней мере я на это надеюсь мы по-прежнему напомню вам ведем репортаж с фнатик фрага от лиги первого матча сегодняшнего вечера lgb и спортс против 3d max и карты карты которые играются в этой встрече первая даст два вторая инферно пока 1 0 в пользу lgb ну и давайте смотреть за денисом и его а в п мажет по яме раскидка дача на проход полтора очень быстрый посмотрите будут заходить наверное с ковров и в двадцатки будут пытаться не сидеть на месте да да и дениса стянули на 15 экшена нету все дениса сейчас можно будет забирать смело минус 2 3d max вот так вот уже второй раз мы наблюдаем то что после паузы пистолеты все-таки дачанам даются достаточно легко олов мейстер хорошую стрельбу показывает вот самое главное это убить засаду двух голубчиков в планете я не знаю получится это сделать или нет но вы видите что там ситуация сложная а в п пимп ну и 4 в 2 здесь можно отдавать спокойно позицию и на счет 12 9 эту ситуацию отдавать ну не повезло не повезло конечно здесь с приемом должны были вроде бы понимать а то что то так еще и поджали кримза вообще отлично но все теперь пауз не будет сдаваться смысла здесь никому нету надо идти до конца lgb понимают всю сугубость вообще ситуации они попадают в такую передрягу где раунд просто скорее всего будет отдаваться и смотрите двух игроков просто выкидывает матч снимается с паузы но они зашли вроде бы все хорошо но купили лолол им поставили деньги и они купили девайсы денег же не было ну как у трех человек было на бае по моему 3 закупилась и 2 двоих выбросила но им без дропа в принципе все дали как бы админы следят за всей ситуации видимо этот момент как раз таки организации уточняла будет там что-то или нет ну и матч пока продолжается закидку на б демонстрирует нам 3d макс делают все чтобы изолироваться от кримза который оставляет за собой позицию на кафелью и перестаивать вот так вот минус msl вот пытались сейчас диверсанта запустить на б план 3d макс не вышло будут пытаться занимать главку в общем если сейчас выбивает lgb 3d максов то это по-любому может привести к ничьи и достаточно очень достаточно быстро ничьи и прим сменять 2 снега и но теперь уже на б план будет совсем хреново заходить атаки они именно туда и собираются если кинуть 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 то даже нечего больше заходит до контакта олаф мейстер просто все боятся боятся отстрелили олаф мейстер играет а в п красный глейф ну и забирают его кримс наконец-то кафель упал датчане не прошли дальше 12 10 и lgb будут давить денег правду нападения хватит чтобы закупаться закупаться еще раз закупаться 9000 мсс это просто друг дай дроп не дашь дроп кикнем ну и дроп пошел кто-то попросил мсс потратил почти все 1950 1500 остается среднему команды equipment value вы сами видите 23 против 28 но 28 тысяч здесь из-за а вп олаф мейстера но ему не дали уже играть ему уже не дали играть в самого начала прб в качестве стенды на в команде кстати играет как я понял да но вот на карте у нас видите прб это стендын крим за поменяли кримс не играет друзья принимать вот за свою команду у него не игралось нормально здесь получилось более-менее как зацепили дэнниса ну пытался тоже халяву конечно сделать бред конечно стоять так в дыму ставится бомба ой-ой-ой и олаф мейстер не убивает бомб кэри по крайней мере выигрывает немного времени пока его тиммейты подходят под упор он может держать под давлением точку и в принципе это делает минус упор пытается брить б3 это ошибка от глэйва за стоит ему жизни и раунд от него команды 12 11 надо было либо выбивать либо ставить бомбу намного раньше но уж никак не на поставили бомб анти хелпу знали то что лофмейстер с ввп то есть отсюда бы он не успел убить бомб кэри они о нем знали поэтому ставили ее тут но не прочитали они тут эпизод когда мистер олов просто взял и забежал через церковь уже находился в позицию катушек не зачекали этот момент и в итоге пришлось переиграть так но матч продолжается и 3d max вынуждены слить один из раундов вот если бы супер дропа не давали в том то был бы бай повторный атак пистолет удачан суровые посмотрите что происходит просто lgb напалмом дайвер все пытается пимп еще удивить в полете но ловит шальную а дэнниса 12 12 счет сравнивается ну вот она наверное эпичная концовка датского кунтер страйка верхней сетки фнатик фрага от лиги раунд который решает для них практически все будем смотреть на нас авто директором давайте посмотрим что же 3d max придумают так вот мне уже видно что улов мейстер здесь придумал но нет не будет халявы так цепь твист олов мейстер аплэнд за вино дэннис прбб и 3d max как-то относить вот знаете относить на дедаста второго играет парни потрясающе медленно и это только на руку шведом олов мейстер игра против 15 ну все 20 15 2 2 эйзи ушел пытается уйти сделать все чтобы закрыть этот план за собой олов мейстер продолжает пытаться давать какие-то ультра при файры едва едва не убивает эйзи с бомбой на руках ну и шведы решили твердо выйти в дым или чё это такое дали полный такой профлэш при попытке выхода опять же набревается олов мейстер пимп чекает узнать что я здесь скорее всего в пленте . ой-ой-ой набросился просто как вот фраг мой фраг еле-еле я надеюсь что сейчас 155 паузы не будет дача не потащат но вот оно что предыдущий раунд забрали поза тот вернее раунд забрали с 24 оставили за собой lgb sports поэтому экономики им хватает чтобы закупиться на двадцать шестом и 24 раунд я тебя люблю говорит лофф мейстер идет давить мидл минусует упор ой-ой-ой какой а вп ох ты шо лофф мейстер просто все без гранат без флешек поломились на бедолагу который должен их пугать по логике вещей отходить на 15 стоять там но он остался на позиции и уверенности в себе по моему не хватило дачанам чтобы забежать опять 13 13 но пистолет всему голова и сейчас опять команда 3d max будет пробовать сделать что-то нестандартное но я думаю за вторую половину опыта lgb достаточно было получено чтобы не занимать точки в упоре и доставаться на пассивке в принципе вот она пассивка работает lgb просто перестреливают всех кто на них идет со стороны ковров остается главе последний в живых проходит 15 лофф мейстер об этом не знает зайдет гиплы главе здесь не везет слышит он прб подходящего в арку и заканчивается все крайне печально 13 14 пользу lgb sports на второй карте теперь дача не должны догонять получится у них это или нет я не знаю оставим останемся наверное сейчас смотреть за улов мейстер будет за двадцатки заходить на выпад прб цепь поджимать не будут сб в любом случае ничего потому что звенья поменяли игроки lgb полностью и как видим да чекающих нету а ура ура он отыграл четко сейчас 20 попробовать забрать олов мейстер и он услышал мидл но дэнис накидал дыма кинул флешки чтобы отпугнуть 3d макс и отсидка в меньшинстве может негативно отразиться на них им надо было давать размен пока был шанс они мне воспользовались и снова начинается вот это тупо брождение по всей карте в меньшинстве не хватает определенности в действиях 3d макс это явно заметно скорее всего не тренировались скорее всего ждут своего звездного часа готовится твист уверенно играет заход на 20 фланг правда почти падает но твист будет еще минус да с лос мейстер вместе добивают мс или на 15-13 на второй карте ребят не знаю lgb уже минимум в ничье для них матч-поинт для игроков датской команды все очень плохо и вот после всех качелей с заменами с и не только с заменами все заканчивается очень печально при том что по сути то дело у датской команды замены не было они своим составом играют а вот поменяли crimson aprb lgb потому что того задосили мне начинает казаться что в этом матчу лоф мейстер чувствует себя на все 100 не знаю как его ска не пикнули не знаю чем его lgb удержали но скорее всего такого парня такого игрока полюбов пытались переманить видели что было отвлек на себя внимание лоф мейстер дэннис косил трейх пимп уже не знает что делать 15 красный шоу с 20 сшивая 16 13 2-0 2-0 именно с таким счетом заканчивается это противостояние и lgb и спорт содерживают более чем уверенную победу на двух картах но вот даже несмотря на такую концовку матча которая казалось бы будет очень-очень странный но мы увидимся с вами уже на следующей встрече которая начнется через примерно 15 минут так я в принципе готов ее смотреть я не знаю как вы да где-то 30 минут остается до матча 22 минут до матча остается заканчивается вот так вот все на двух картах ну и противостояние французов это наверное будет самое что ни на есть настоящее месиво потому что мы все прекрасно знаем как играет кеннис и банда насколько мотивирована они сейчас выиграть на фнатик лиги да и вообще не просто победы какие-то нужны и клан мистик апекс киоле киашима йорик но все в общем то по моему понятно всем так то увидимся наверное уже на следующей встрече сейчас я вас покину и будет небольшая музыкальная пауза и мы вернемся в эфир после нее уже с матчем